Друзья, я рад приветствовать вас на канале Ренат Строит. А тем, кто видит меня впервые, добро пожаловать. Если вы не подписаны на мой канал, просьба подписаться. Тем самым вы поможете моему продвижению. В сегодняшнем выпуске я начну установку и монтаж солнечных панелей, которые находятся сзади меня, к себе на крышу. И какие-то тонкости, нюансы, которые будут возникать у меня в процессе работы, я их, естественно, вам покажу. Друзья, под прошлым выпуском было немало комментариев по поводу прочности панелей. Что будет с ними, если пойдет град и так далее и тому подобное. Так вот, я оставлю ссылочку в описании под этим видео на YouTube канал компании Hevel, у которых я приобрел эти панели. У них есть выпуск по краш-тесту таких панелей. Так что обязательно переходите и убедитесь в прочности этих панелей. Что, друзья, вот у меня саморез скручен. Здесь у меня идет стропилино, как вы можете видеть. И вот фиксирую шнурку, нитку, как правильно. И фиксирую шнурку к нему, к этому саморезу. И это у меня будет направление стропилины. Соответственно, сейчас полезу вот туда наверх. При подстраховке у меня натянута веревка. Также рекомендую, чтобы обувь была не скользкая подошва, не скользила и обязательно сухая. Если будет влажная подошва, то можно подскользнуться. И никогда не лазьте по крыше без страховки. Вот эта вот ниточка идет у меня в верхнее направление. Все вот эти опоры закреплены по ней. А эти нитки горизонтальные, вертикальные, это направление стропил. Вот сюда, по ней будут крепиться опоры, которые будут держать профиль. Как это выполняется дальше, я вам сейчас все покажу, друзья. Что вот, друзья, всю шнурку, которая мне нужна была, я натянул. Вот одна, два, вторая, третья, четвертая, пятая. Таких у меня шесть линий получается. Вот, и соответственно, сейчас я полезу обратно наверх и уже буду крепить второй ряд опор под профиль. Как я его смонтирую второй ряд, уже потом начну монтировать на них панели. Герметичность кровли переживать не стоит, так как на опорной шпильке есть уплотительное кольцо. И при затягивании гайкой все становится герметично. Друзья, после того, как я просверлил отверстие в кровлю под опорную шпильку, мне нужно саму эту шпильку как раз закрутить в эти отверстия, одну за одной, на целый ряд. На видео вы можете видеть, как происходит это очень быстро, но на самом деле, я думаю, вы все прекрасно понимаете, что это занимает времени на порядок больше. Ведь эта работа происходит на крыше, на высоте, и работать не совсем удобно и комфортно. Я не забываю, естественно, про страховку. Друзья, первую полосу профилей, верхнюю опору, так сказать, я уже смонтировал. Вот она выглядит вот так. С этой стороны туда все видно. Не снимал, потому что первая самая сложная. А сейчас буду монтировать вторую полосу и потихонечку подсниму. Покажу, чтобы вы тоже понимали, как это делается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, друзья, у меня уже два ряда панелей смонтировано. В количестве 23 штук. В одном ряду у меня смонтировано 12 панелей. Вот, мне пришлось сделать выносы на улицу. Я потом буду укреплять направляющие под панелями, чтобы ветром их не дергало. Вот, сейчас я 24-ю панель пока не могу установить. Нужно мне сделать нижний третий ряд. Вот, как бы, получается, сейчас установил опору. Сюда уже будет монтироваться профиль. Вот, и уже, когда смонтирую полностью вот профиля под третий ряд, я спокойно смогу поставить 24-ю панель. Вот здесь у меня сейчас одна фаза целиком из 18 панелей собрана. Нужно будет просто еще у верхнего ряда вывести кабель до того места, где у меня будет находиться альпенбокс и инвертор. Вот, доведу до туда. Все это в процессе я показываю. Монтаж этих панелей не совсем удобно снимать. Вот, монтаж этих панелей, как бы, сейчас в процессе покажу, постараюсь показать. Вот, потому что не совсем удобно. Сами прекрасно понимаете, это крыша, это безопасность, страховка в первую очередь требуется. Вот, и снимать, и поднимать не совсем удобно. Вот, соответственно, по мере возможности произвожу съемку и монтаж. Друзья, наилучшая ориентация фотоэлектрических модулей – это на юг. Допускается установка с отклонениями на восток и запад, но это приведет к уменьшению выработки электроэнергии в год. При выборе места установки следует избегать близости деревьев, зданий и прочих объектов, которые могут отбрасывать тень на фотоэлектрические модули, особенно в зимние месяцы, когда поступление солнечного излучения и высота подъема солнца над горизонтом – наименьшая. Затемнение приводит к снижению выработки электроэнергии ФЭС. Как правильно выбрать угол наклона? Вот, выбор угла наклона фотоэлектрических модулей должен обеспечивать их самоочистку. Необходимо избегать условий скопления воды на поверхности фотоэлектрических модулей и продолжительного пребывания их или какой-либо его части в воде. У меня будет располагаться станция на крыше, так как она занимает немало места. Вот этот самый большой скат крыши у меня порядка 100 квадратных метров, и практически все панели у меня умещаются на крыше. Друзья, вообще, работы выполнять желательно вдвоем на крыше, но, как вы могли обратить внимание, всю работу на крыше выполняю я один. У меня есть помощник, но он боится высоты и наверх не лазит. Вот, в помощь мне на крыше при монтаже панелей, именно самих панелей, когда я их поднимаю, приходят струбцины, быстро зажимные. Вот, и из-за этого особо монтаж самих панелей у меня показывать не получается, так как мне нужно поднять саму панель, ее держать, фиксировать и крепить. Ну вот, но чуть дальше я вам обязательно покажу, как я это делаю. Хочу обратить ваше внимание, что в такой работе не последнее место занимает еще и инструмент. От обычного шуруповерта до металлической вышки туры. Также используют специальные поприсовочные клещи и многое другое. Это на порядок упрощает мою работу и помогает. Также, чтобы обжимать вот эти коннекторы, я буду использовать вот такие пресс-клещи. Вот у них здесь обжимники меняются матрицами разных видов, но у меня уже стоит та матрица, которая мне нужна. И, соответственно, я тоже как обжимаю, покажу. Для достижения оптимальной производительности в фотоэлектрической системе должно быть реализовано заземление отрицательного контакта. В основном заземление осуществляется через инвертор. Для обвязки используйте только кабель для фотоэлектрических систем. Избегайте чрезмерного натяжения соединительных кабелей. Кабели не должны подвергаться механическим нагрузкам. Если требуется дополнительный кабель, используйте только кабель, соответствующий следующим требованиям. Сечение проводника не менее 2,5 мм квадратных. И изоляция способна выдерживать напряжение 1000 В и температуру 90 градусов по Цельсию. Что, друзья, я по третий ряд направляющих уже смонтировал. Вот сейчас буду приступать к монтажу самих панелей. Вот эту панельку сейчас подниму, смонтирую. Вот и в процессе, когда буду крепить уже сами панели, постараюсь вам показать. Давайте пробежимся по цепочкам, как у нас происходит монтаж самих направляющих, самого крепежа под панели. Сначала мы разметили, где у нас находится стропила. Закрутили крайние опоры. Потом натянул я шнурочку. И по этой шнурочке уже сверлил, где у меня размещается опора. Сверлил и потом закручивал опору. Сверху на эту опору я уже монтировал сам профиль. Также я соединял профиль длиной 4,20. И между собой профиль я соединял специальной соединительной пластинкой. Вот. Сейчас у меня третий ряд готов. Надеюсь, я быстренько сейчас успею смонтировать. И будет у меня уже 36 панелей на крыше. Что, ребята, у меня процесс монтажа продолжается. Я начал монтировать третий ряд, но сейчас солнышко светит. Как раз, скорее всего, засветит. И особо будет не видно. Вот три панельки третьего ряда у меня уже смонтировано. Половина работы у меня сделана. Друзья, вот такие панели у меня получаются. Вот маркировочка. Тип модуля, видите, 290. 290 ватт одна панель. Размер ее метр на метр семьдесят. Вот клеммная коробка. Ее вскрывать нельзя. Здесь специально выведены провода. Вот плюс-минус. Здесь у нас полярность указана. Вот на этом контакте плюс. На этом контакте минус. Вот с двух сторон все видно. Вот посредством папа-мама вот эти коннекторы MC4 соединяются. Их между собой. Вот один модуль плюс-минусом соединять категорически запрещено. Может выйти сама панель полностью из строя. Получится замыкание. Вот, соответственно, они у меня соединяются последовательно по 18 штук в одной фазе. Это получается 5 кВт. Вот, последовательно можно модули соединять только. одной мощности. Вот, одни характеристики, чтобы вот только по одним. Ну, соединять можно модули по одним параметрам, по одним характеристикам. Вот у меня получается сейчас мы 3 ряда по 12 штук практически заканчиваем. Остается смонтировать 3 панели. Я сейчас покажу, как я это делаю. Вот по этим двум доскам вот так вот сюда кладем модуль. И веревочку я затягиваю наверх. Вот, и там, соответственно, к профилям креплю. Сейчас процесс поднятия и крепления я вам, друзья, покажу. Вот так вот мы модуль положили на эти досочки. Сейчас здесь завяжем веревку и будем, я сейчас залезу на крышу и буду поднимать. Друзья, вот вы сами видите, как происходит монтаж солнечной электростанции. Панелька за панелью поднимается на крышу. Сейчас моя задача затянуть одну панель веревкой на крышу, отвязать веревку, подтянуть панельку повыше, соединить коннекторы MC4 отрицательный с положительным, чтобы было последовательное соединение панелей. Следующим этапом, после того, как я соединил коннекторы, мне нужно разместить панель на профилях и попытаться аккуратненько саму панель зафиксировать. На помощь иногда мне приходят струбцины. Вот они меня, не то что иногда даже они меня очень сильно выручают, когда у меня не хватает рук. Вы сами прекрасно понимаете, что на крыше работать не совсем удобно. Вот, и рук у меня, к сожалению, не хватает. Если есть возможность, обязательно нужно работать вдвоем на крыше. Но у меня сейчас на данный момент такой возможности нет, и мне нужно выходить из положения. Так вот, мне пришли на помощь струбцины и очень сильно выручают меня. Вот так вот панелька за панелькой происходит, друзья, монтаж. Ну, друзья, вот так вот мы берем крепеж, вставляем профиль. Вот у нас зашел все и держится. Нужно ослабить винт, чтобы у нас был захват панели, но при этом винт был полностью не раскручен. Вот, пожалуйста, все. Сюда сейчас подойдет вторая панель, винт подтягивается, и все фиксируется очень крепко. Друзья, 36 панелей у меня собрано. Получается, две фазы в одной фазе, 5 киловатт, 18 панелей. Соединены они у меня последовательно. Все провода, вот получается, у меня 4 провода будут, 2 плюса, 2 минуса, придут на инвертор. Инвертор подключения все будет у нас в следующем выпуске. Сейчас у меня я произвел монтаж, в следующем выпуске я сделаю еще монтаж 18 панелей. Вот в этот кусок кровли мне их нужно будет уместить. Вот, а так смотрится все классно и красиво. Надеюсь, в ближайшее время все-таки я запущу в полной мере всю свою станцию, потому что времени прошло уже немало. Нужно, чтобы она работала. Также при работе на крыше с фотоэлектрическими модулями нужно придерживаться меры безопасности, как это страховка, так и безопасность при работе с самими панелями. Все указано в руководстве. Вот, компания Хэлл предоставляет такое руководство. Вот здесь все тонкости, все нюансы в нем указаны. Так что, если вы приобретете такую станцию, не именно на 15 кВт, а меньше, больше по мощности, будет такая инструкция, руководство, все спокойно сможете смонтировать сами, если у вас на это будет желание. Ну что, друзья, вот такой вот выпуск у меня получился. Сами видите, какая красота у меня сейчас находится на крыше, но это еще станция не полностью. В ближайших выпусках я ее доделаю. Естественно, вам все покажу, расскажу. Вот, также пишите комментарии, пишите свои вопросы, что непонятно, постараюсь в следующем выпуске разобрать, показать все более подробнее. А на этом я буду с вами прощаться. Хочу пожелать от себя всего самого наилучшего, всех благ, крыши над головой. Вы были на канале Ренат Строит. С вами был Ренат. До новых встреч, друзья, в новых выпусках. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok